Здравствуйте, меня зовут Шишкина Ксения Алексеевна. Я хранитель фондов Музея-Заповедника Островград-Свиярск. И сегодня хочу представить вам газету «Красная татария». «Красная татария» — это один из главных органов печати Республики Татарстан. Издается газета с 1917 года и по сей день. Тогда она называлась как «Рабочий». Сейчас вы можете увидеть ее под названием «Республика Татарстан». В наших фондах хранится более ста экземпляров данной газеты. Почему же мы выбрали данный экземпляр от 10 мая 1945 года? Потому что в этом году мы отмечаем 75-летие Великой Победы. Рядом с названием газеты мы наблюдаем цитату Иосифа Виссарионовича Сталина. «Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой. Период войны в Европе кончился, начался период мирного развития. Далее мы видим обращение Верховного Главнокомандующего к народу, а также приказы. Ниже мы можем наблюдать краткую сводку новостей деревень и городов нашей республики после подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии». А вот что происходило в Заинске. «Ликует колхозная деревня, всюду неописуемая великая радость. Долгожданная весть о победе с быстротой молнии облетела селение. Во всех колхозах состоялись многолюдные митинги. Они прошли на полевых станах. Быстрее и лучше провести весенний сев, дать стране больше хлеба. Таков единодушный отклик колхозников. Нет слов, чтобы выразить нашу великую радость», сказал на митинге председатель колхоза ГЗЛ «Октябрь», товарищ Менгалеев. «Мы с нетерпением ждали этого дня. Наш лучший ответ – это вырастить урожай победы героическим трудом на севе подкрепить свое обязательство. После митинга еще дружнее взялись члены артеля за полевые работы. В день всенародного торжества 9 мая было засеяно 40 гектаров вместо 20. Все колхозники перевыполнили нормы выработки. 11 мая колхоз завершает сев ранних культур. С исключительным воодушевлением прошел митинг в колхозе ГЗЛ «Тау». Колхозники обязались на два дня раньше графика закончить сев ранних. В честь Дня Победы все пахари и севцы 9 мая перевыполнили нормы. Было засеяно 35 гектаров, два раза больше, чем в предыдущие дни. Высокой производительностью отметили праздник Победы члены сельхозартелей Чулпан, герой имени Молодого. Светлый час Победы. На этот раз митинг проходил не в цехах, а на огромной заводской территории и был особенно многолюдным и оживленным. С Победой, товарищ! Поздравляли друг друга собравшиеся еще до начала митинга. Заместитель секретаря парторганизации жиркомбината имени Вахитова товарищ Мухачев зачитывает акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил и указ Президиума Верховного Совета о праздновании Дня Победы. Мощное «Ура» и взрыв аплодисментов выражает общий восторг собравшихся. Выступает стахановец электроотдела товарищ Кокаулин. Настал светлый час нашей Победы. Как радостно стало на сердце. Нет слов, чтобы выразить благодарность нашей доблестной Красной Армии, нашему любимому и мудрому полководцу товарищу Сталину. У нас, вахитовцев, традиционный обычай. На Победы Красная Армия отвечать самоотверженным трудом. И коллектив комбината решил еще более напряженным трудом крепить могущество любимой Родины. Митинг закончен, но уходить никому не хочется. Долго на территории завода раздавались радостные песни. С Днем Победы!